Больше 50 уникальных площадок, у каждой своя атмосфера и экспозиция. По традиции, акция «Ночь музеев» началась с программы для детей. Так, например, в детской картинной галерее юных посетителей ждала не только выставка, но и мастер-классы. Резьба по дереву и бумажное ателье, в котором делали кокошники и другие детали русской национальной одежды. Много интересного приготовили экскурсоводы и для взрослых. В малых залах особняка Клотта открылись несколько экспозиций. В одном помещении – графика Александра Любимова, в остальных – этюды других самарских художников. Жемчужиной выставки стала экспозиция с названием «Прокуйбышев с любовью». Она перенесла посетителей в эпоху 60-х-80-х годов прошлого века со всеми ее атрибутами. Начало про теплое и открывающее как раз двери в тот самый мир, эмоциональный. Очень реагируют эмоционально все посетители. Ностальгическое настроение у старшего поколения. Дети очень много задают вопросов. Диалог семейный состоится обязательно. А вот, например, экспозиция самых разных чеканок – картин, выполненных из металла. Они – один из самых главных атрибутов советской квартиры той эпохи. Чеканку делали штамповкой, вот эта штамповка, а это ручная работа. И вот все остальные чеканки – это ручная работа. И они очень отличаются по качеству. Есть штампованные чеканки, видите, тут рисунок прорисован. А здесь вот каждый орнамент, вот каждая точечка орнамента, она видна. В музее Эльдара Рязанова посетителей ждала как основная экспозиция, рассказывающая о жизни великого кинорежиссера, так и много нового. Кинопоказы под открытым небом и пешая экскурсия «Самарские страницы» Эльдара Рязанова. В военно-историческом музее Центрального военного округа посетители могли увидеть передвижную походную выставку и знаменитые ретро-автомобили. Работали не только музеи, но и разные творческие пространства, такие как «Дом-77» и «Восемь студий». Некоторые площадки акции посетила глава города Елена Лапушкина. Практически 24 музея открыли свои двери для всех посетителей, для всех желающих приобщиться к этой замечательной акции. Кроме того, работают больше 50 творческих площадок. Замечательный день, он очень яркий, он очень насыщенный на много культурных мероприятий. Замечательное это совпадение, когда мы можем и свои музеи, и свои улицы, и свои творческие силы показать не только для жителей, но и для наших гостей. В пять часов вечера перед началом основной программы «Ночи музеев» по улице Куйбышева в праздничном шествии мы вместе прошли участники Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Рука об руку маршировали команды всех 85 приглашенных регионов. Ярким штрихом карнавального шествия были музыканты, барабанщики и духовые оркестры. Кроме того, на маршрут выехали ретро-автомобили. Всего больше двух тысяч самарцев и гостей города приняли участие в масштабной акции. Замечательное явление, когда все вместе, тогда легче жить, легче планировать будущее. И настроение, конечно, замечательное, благодаря тому, что мы вместе. Тема «Ночи музеев» в этом году – мода на традиции. Поэтому главными участниками шествия стали представители многонациональной Самары. Каждый из них в собственных национальных нарядах и с музыкальными инструментами. Музыкальный инструмент, духовный инструмент, это таджикский, узбекский музыкальный инструмент, называется карнай. Это долл, добал. Скажите, он тяжелый вообще? Она весит всего лишь полтора-два килограмма, но дуть – это очень тяжело. Всего лишь пять ритмов есть. Уже после карнавальное шествие завернуло на площадь Куйбышева, чтобы со сцены поприветствовать жителей и гостей города. Начался праздничный концерт и основная программа «Ночи музеев». Михаил Гермоленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.